Всем привет, с вами Стас, и это сведение сложного трэп-бита. Да, я понял, что не все люди считают его сложным, но тем не менее, он сложнее, чем то, что мы обычно делаем на канале. И, как обычно, перед тем, как начнем, напоминаю, CloudDrap 1.2, видеокурс от Ада Я по Клауду Трилу по трэпу. Подробнее в конце видео, чтобы заказать, напиши мне, ссылка в описании, приступаем. В первую очередь, хочу показать вам два микро-хака по поводу загрузки проца. И давайте продемонстрирую первый. Просто включим воспроизведение и некоторое время подождем, наблюдая за шкалой загрузки проца. Напоминаю, что это проект именно на том этапе, на котором мы оставили его в прошлом видео, которое рецепт сложного трэп-бита. Если вы его не смотрели, то вот здесь вот будет для вас специально такая подсказочка, с которой вы сможете перейти на это видео и посмотреть, чтобы увидеть, как мы дошли до того состояния, которое мы имеем вот прямо сейчас. Вот прошло примерно две минуты беспрерывного воспроизведения одного и того же фрагмента, абсолютно практически без эффектов, то есть только с теми, которые вы видели в прошлом видео. И мы уже видим, что шкала загрузки процессора краснеет. И это все из-за того, что очень большая полифония. И как это победить? Очень просто. Нужно просто на всех ударных, на всех абсолютно ударных, включить Cut It Self. Эта фигня влияет даже на загрузку процессора. Настолько сильно она влияет. Еще раз, давайте воспроизведем. То есть с уже включенным Cut It Self. И вот спустя некоторое время воспроизведение значения полифонии не превысило значение 20 даже, а там было, напоминаю, 400. И загрузка процессора была в районе 45. То есть это просто включенный Cut It Self на всех обычных ваншот семблах. Следующий хак по поводу загрузки процессора тоже крайне важен, потому что он связан с разрядностью вашей системы и секвенсора. Мы возьмем плагин, например, Half Time. И посмотрим вот сюда в настройки, вот сюда видим, что он 32-бита native. То есть у меня сейчас открыта 32-битная FL-ка и в ней открыт 32-битный Half Time. Но если мы загрузим в 32-битную FL-ку 64-битный плагин, то мы в настройках здесь увидим Bridget. То есть видите, 64-бита Bridget. И это увеличивает нагрузку на процессор. Такие вот пара хаков, если вы о них знали, то можете написать об этом в комментариях или поставить лайк, если вы об этом не знали, и тоже написать в комментариях и предложить свои варианты по снижению нагрузки на процессор, потому что для очень большого количества людей в FL-ке это довольно больная проблема. А теперь давайте перейдем к работе над нашим проектом. Чтобы ничего не хрипело, не перегружалось, а работало максимально хорошо и красиво, я зарендерил по дорожкам проект и открыл его уже в новом проекте, в общем-то. Вот вы видите, все эти дорожки, они абсолютно в том же состоянии, которые были в прошлом видео. То есть я их больше никак не обрабатывал. Сейчас мы займемся именно работой с ними. Но сразу говорю, сведение для многих это равно использование большого количества плагинов. И в этом видео мы постараемся минимизировать количество плагинов, потому что если вы как бы работаете на не самой крутой акустике и у вас не самый гигантский скилл в мире, то большое количество плагинов скорее испортит ваш проект. Вы сделаете его зажатым, сделаете его перереверберированным и, короче, мутным и некрасивым. Так что мы постараемся использовать минимум плагинов и сделать максимально нормальный звук. Давайте сделаем это. Ну и, конечно же, когда этот видос соберет 2001 лайк, я выложу этот проект в своем паблике ВКонтакте, ссылка на который в описании. Вот так вот звучат инструменты по отдельности. И начнем, в общем-то, с них. Что мы можем сделать? Один из способов такой, знаете, экспериментальный. Увеличим их громкость, чтобы отчетливее их слышать. И с включенным проектом начнем с ними ковыряться. На мастере ничего нет, но мы повесим сюда софт-клипер на всякий случай. И на каждый канал будем вешать параметрик. Я специально для этого видео сделал пресет. Для параметрика вот такой вот. Напоминаю, пресет можно сохранить вот таким образом. То есть что-то накрутить и сохранить его как пресет. И, в общем-то, мы сейчас будем заниматься тем, чтобы выделять в каждом инструменте то, что нам от него нужно. И убирать то, что нам от него не нужно. Например, вот в этой флейте, которая вам почему-то всем не понравилась. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я убрал флейту. В общем-то, мы просто ее подрежем. Мы все будем делать, слушая параллельно весь проект. Если вы не знаете, как пользоваться параметриком, то вот тут вот есть настройка резкости среза. И поэтому я по умолчанию сделал максимально резкий. И вот сейчас можно его для некоторых случаев отдельно убавить. Например, вот так. Потому что в этом звуке для нас довольно важны низкие частоты. Потому что этот инструмент является главной низкочастотной частью нашего микса. То есть, если мы убираем у него низкий, то микс теряет сразу свою низкую составляющую. Я имею в виду именно часть инструмента. Но при этом нам нужно срезать его настолько, чтобы бас наш чувствовал себя комфортно. То есть, как-то так. И вот мы подошли ко второму нашему главному инструменту. Смотрите. То есть, вот это у нас главный высокочастотный инструмент. А вот это главный низкочастотный инструмент в нашем миксе. Поэтому с ними двумя нужно обходиться максимально осторожно. Все остальное у нас это, скажем так, шелуха. Поэтому для этого мы оставляем побольше верха. Если мы его зарежем, то он потеряет всю яркость. А вот низ можно ему прибрать. Потому что у нас есть вот этот звук. И даже когда на нем нету халфтайма, он все равно звучит значительно более низкочастотно, чем этот. То есть, в общем-то, можно даже вот так сделать. Но вот так уже нельзя. Поэтому давайте смягчим срез немножко. Вот с этим инструментом нужно вообще пожестче. Потому что он будет сильно выпирать, если мы его зарежем недостаточно сильно. То есть, слышите, что вот так? Вот этот торт тут, который самый интересный. Самая интересная его часть, она слышна даже, когда мы довольно сильно срезаем низ. Если мы отключим все эффекты. Звучит вот так. Если включим все эффекты. Понятно, здесь я слишком много вверх отрезал. Вот. А послушаем в миксе со всеми эффектами и без. В миксе с эффектами. Теперь давайте займемся именно групповой канал обработки инструментов. В первую очередь хочу использоваться двумя плагинами Vaves. Это J37. Это очень классный улучшайзер. Ну, типа ленточный сатуратор. Который любят все. А второй плагин от Vaves это центр стерео. Это стереорасширитель, который... Он волшебный. Просто волшебный. Сначала поставим J37, чтобы он нам сделал красивую картинку вот этим пресетом. Но из левела обязательно убавим, потому что он, типа, эмулирует шум, который был бы на настоящей железке. Потом поставим Pro-Q. Потом центр стерео. Как повлияет J37 на наш звук? Отключим его. И увидим, что низкие частоты очень сильно припали без него. Это значит, что после того, как мы воспользуемся этим сатуратором, нам в любом случае лучше аккуратненько прижать низкие частоты. Вот таким вот небольшим срезом. 12 децибел на октаву. Теперь наводимся вот сюда мышкой. И можем чуть-чуть поприжимать ненужные резонансики. Это нужно не всегда. Но если вы сделаете вот так вот, то, конечно же, это плохо отразится на звуке. Потому что, ну да, конечно, это же резонанс, его надо убрать. Но не нужно убирать его таким образом сильно. Нужно их аккуратненько прижимать, если они именно вылезают в миксе. То есть, если мы послушаем... Вот эта одна конкретная нотка где-то прорывается, некрасивая. И мы ее чуть-чуть прибираем. Давайте послушаем все это в миксе. Вот все, мне так нравится. Теперь сделаем стереорасширение. Настройка вот такая. Центр, сайт, центр. Можно чуть-чуть прибрать центр. Добавить сайт составляющей. Можно делать вот так. Ну, конечно, не стоит. Со всем этим нужно действовать крайне аккуратно. На канале с басом у нас будет потом сайдчейн. Сейчас мы пока делать его не будем. Давайте перейдем к каналу Kiko. С ним особый случай. Особий. Особий. Воспользуемся плагином, который я пользуюсь крайне редко. Airbus на 90 Гц. Потому что это самая красивая частота нашего Kiko. Условно выражаясь. И давайте его убавим, чтобы он просто не клипировал. И можем немножко убавить его. Когда даже Airbus просто с интенсивностью на нуле, он все равно чуть-чуть уже добавляет этих самых низкочастотных гармоник. Потом можем немножко его нагреть. Вот чуть-чуть. И компенсируем его громкость. Сделаем его чуть-чуть погромче, короче. Так красивее. С низкочастотной составляющей мы не будем воевать. Просто можем сделать, ну, вот так. Нравится звук? Конечно нет, я шучу. Это очень аккуратная настройка. То есть не нужно это делать прям совсем резко. Но чуть-чуть это можно сделать. Если оно того требует... Микс требует, короче, здесь мне кажется, что оно того требует. Что нужно сделать Kiko красивее, чтобы он посильнее выделялся. У нас довольно мощная мелодия. То есть в ней много инструментов. Она занимает большой частотный диапазон. И звучит так объемно и красиво и хорошо. То есть из этого нам нужно помощнее выделить Kiko. И это один из аккуратных способов это сделать. Естественно, потом еще сделаем sidechain. Ну, почему потом? Сейчас его и сделаем. Давайте воспользуемся пик-контроллером. Бейс на 50%. И volume минус x. Покрутим этот параметр. Decay чуть-чуть больше серединки. Больше 12 часов. Берем gain. Link to controller. Пик. Accept. Можно то же самое сделать с инструментами. И как мы можем регулировать мощность sidechain. Очень просто. Вот так. На канале хэтов главное, что мы сделаем, это громкость в первую очередь. То есть убавим немного вот этот хэт. Вот. То есть у нас open хэта будет чуть громче, чем все. А дополнительные open хэты, ну, они и так довольно много места занимают. Так что идем на группу хэтов. И не будем расширять каждый отдельный. Просто расширим все. Потом идем в параметрик. И приберем низ. Потому что низа там довольно много. То есть если мы сделаем вот так, мы чувствуем, что мы съели, как бы, чуть-чуть мяска откусили от наших хэтов. Так, сделали хэтом кусь. И давайте сейчас примерно сделаем громкость условно. То есть у нас главный все-таки это кик, бас. И поэтому нам нужно, чтобы они звучали максимально хорошо. То есть вся громкость будет строиться вокруг них. Вот такая громкость меня пока вполне устраивает. Теперь идем к обработке вот этой части. То есть это кик и 808 совместно. Для этого мы воспользуемся опять очередным плагином Waves. Дело в том, что сейчас мы полезем в низкочастотную эквализацию. Для этого мы воспользуемся RECU-E4 от Waves. Потому что это крутой эквалайзер. Вот. Просто хороший эквалайзер. Далее. Делаем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Нам нужно взять немножко 90 Гц и капельку их приподнять. Вот так, я думаю. Вот так хорошо? Хорошо. Мне нравится. Вот так. Еще нам нужно... Вот так хорошо. Так, теперь нам нужно это все это усилить. Для чего? Для чего подойдет отлично Waveshaper. Тут можно побольше процентов 15. Soft Clipper. Слишком много было Waveshaper. Чуть убавим. До 9%. Теперь идем на High Drums. Тут, по сути, то же самое, что и на инструментах. Только добавим вот этого улучшайзера J37. Я говорю улучшайзер просто потому, что мне нравится это слово. Правильное название этого инструмента это ленточный сатуратор. И воспользуемся мы абсолютно тем же самым пресетом. Потому что пресеты это классно. Добавим туда же того же самого волшебного плагина от Wavesh. Это центр стерео. Вот как-то так. И вот смотрите, у нашего снаера есть вот этот резонансик. Мы можем его на капельку прибрать. Вот чуть-чуть совсем. Вот он. Теперь идем на All Drums. И вешаем сюда два плагина. Это Ozone Exciter. Ozone Major. L2 Waves. Стерео. L2, что это такое? L2 это лимитер. Классный крутой лимитер. Который нам чуть-чуть все это подожмет. Так, это у нас Exciter. Можно воспользоваться одним из пресетов. Вот, например, вот так. Очень неплохо звучит. Аналог Low End. Почему бы и нет? Идем в Imaginer и делаем что-то типа такого же. Включаем здесь небольшой стерео айс. Этот Low Bend можно оставить нетронутым. Главное перебестим вот этот Bend где-нибудь на 200 с небольшим. И что он делает? Он расширяет вообще все. Поэтому расширять мы будем на чуть-чуть. В том числе он расширяет и бас, и хэта, и снейры. То, что у нас уже расширено. Просто, чтобы создать немного общий стерео-баз. Вот как-то так. Итак, смотрите. В общем, мы сделали большую часть. Сейчас нам нужно сбалансировать это по громкости относительно друг друга. И что сделать? Бахнуть озона. Озон это в том числе очень неплохой тест на правильность сведения. То есть, если мы сжахнули громкость вот так вот. И больно ничего не вылезает, то значит у нас получилось. Но мне не нравится, как звучит бас. Бас и еще вот эти open-head. То есть, без них в тысячу раз чище. Просто мы их немножко суббавим и убавим паз. Точнее, убавим его немножко в его присутствии. В том числе. Мы возьмем параметрик. И можно немножко закрыть у него верхние частоты. Вот так. И теперь самая главная тонкость по поводу сведения, которое я могу вам дать из своего опыта. Это то, что после того, как вы все это сделали, во-первых, не нужно делать это очень долго. В первую очередь. То есть, если вы там сидите по 5 часов и в наушниках что-то там накручиваете, то с вероятностью 100% вы сделаете ерунду. То есть, не нужно без конца сидеть по много часов. Давайте себе отдохнуть. То есть, 2 часа посидели, 10 минут отдохнули. Во-вторых, всегда после того, как я сделал какое-то сведение, я всегда даю миксу постоять где-нибудь хотя бы несколько часов, чтобы потом вернуться и переслушать. Даже если я уверен на 100%, что я сделал очень хорошо, скорее всего, спустя 2 часа я точно найду какую-то маленькую мелочь, которую я захочу испортить. Испортить. Исправить. Ага, классно. То же самое можно применить в данном случае. На данный момент я абсолютно доволен тем, что мы сделали с вами. То есть, сейчас я еще добавил, немножко приубавил ударный, немножко еще даванул на мастере. Мне кажется, звучит плотно и красиво. Но если я дам миксу отдохнуть и вернусь к нему чуть позже, то, скорее всего, что-нибудь еще мне в нем не понравится. И вот, я вам в ускоренном виде продемонстрировал, что я сделал после маленькой паузы. То есть, я еще чуть-чуть сильнее надавил на озоне, чуть-чуть немножко вернул низких частот нашим инструментам, чуть-чуть убавил хеты, чуть-чуть добавил громкости, в том числе и ударным. Вот, как бы, такой небольшой наборчик действий. И давайте послушаем, что получилось в общем. И потом, как я уже просил вас, вы напишите свой вердикт в комментариях, стало ли лучше по сравнению с прошлым видео. Мне кажется, что, по крайней мере, стало аккуратнее. Все, вот теперь точно все. Я еще немножко добавил кика, чуть-чуть выделил его еще из хай-хетов с помощью сайдчейна, тоже с, как бы, очень небольшим в этом. В любом случае, все, теперь точно слушаем, что у нас получилось. И в комментариях отпишите, как вам. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот бит получился. Опять же, если вам понравилось, то ставьте лайк обязательно. Ну и, как обычно, напоминаю, CloudDrap 1.2, видеокурс от Адая по Клауду, по Трилу, по Трэпу, состоящий из трех частей, каждая часть из которых от Адая, от набора сэмпов до готового бита, включая написание, сведение, мастеринг, всю фигню. Также приложены все материалы из курса, ссылки на плагины и видеокурс для начинающих на случай, если вы вчера открыли Apple Studio, то есть даже в этом случае он вам поможет. Чтобы его заказать, напишите мне, ссылка на мне в описании. Он стоит 3290 рублей. Напишите мне, закажите видеокурс прямо сейчас. И на этом все. С вами был Стас. Огромное вам спасибо за то, что досмотрели это видео до самого конца. Увидимся с вами в следующем видео. Обязательно посмотрите вот это видео, или, может быть, вот это видео. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И все. Пока.